Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и это новостной выпуск по итогам очередной рабочей недели. В сегодняшнем видео мы обсуждаем следующие новости. Катастрофа века в Турции, в Испании начали лечить от криптозависимости. В Казахстане появится новая биржа, а в России появятся вклады для бедных. Рубль снова упал. В чем причины падения? Будем разбираться вместе. Ну и Центробанк в конце недели принял решение по ключевой ставке. И какие комментарии дала глава ЦБ Эльвира Набиульна. Эти и многие другие новости мы обсуждаем в сегодняшнем видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца. Ну и отдельный респект всем тем, кто ставит лайк авансом. Прежде чем перейдем к новостной повестке, хочу напомнить вам о том, что мы сейчас планируем провести конкурс трейдеров совместно с компанией Амаркетс. Сейчас уже более 150 трейдеров зарегистрировались на этом конкурсе, а 10 лучших трейдеров по итогам конкурса получат самые настоящие денежные призы. Мы разыгрываем 1000 долларов. Не упустите шанс воспользоваться такой возможностью. Ссылку на регистрацию на конкурсе я оставлю в описании к этому видео. Кликайте по ссылке, обязательно регистрируйтесь и выигрывайте в конкурсе трейдеров. Ссылка в описании. Давайте начнем с того, как завершились торги на основных финансовых площадках по итогам очередной рабочей пятидневки. Нефтяные котировки на этой неделе взлетели. Нефть марки Brent в пятницу вечером торговалась на отметке 86 долларов за баррель. Золото держится в районе отметки 1860 долларов. Индекс S&P снизился до отметки 4080 пунктов. Индекс RTS также снижается. 980 пунктов биткоин снова находится под давлением. 21,5 тысячи долларов именно столько дают за один биткоин. Индекс доллара вырос до отметки 103,4. А вот курс доллара на московской бирже на этой неделе довольно серьезно вырос до отметки 73 рубля 30 копеек. Катастрофа века в Турции и Сирии. С такой новости мы начинаем сегодняшний наш обзор новостей. Землетрясение в Турции и Сирии унесло более 21 тысячи жизней. Но масштаб катастрофы на текущий момент до конца еще не ясен. Тысячи зданий лежат в руинах. Десятки тысяч семей остались без крова. Спасательная операция продолжается. Однако надежды найти под обломки выживших, разумеется, все меньше и меньше. Десятки тысяч людей проводят ночи в импровизированных убежищах после того, как потеряли свои дома. Реджеп Таип Эрдоган, глава президент Турции, назвал землетрясение, цитирую, катастрофой века. И комментарий менеджера ВОЗ. Есть реальная опасность вторичного бедствия, которая может причинить вред большему числу людей, чем изначально, если не действовать так же энергично, как это делают спасатели. Это сказал Роберт Холден. Землетрясение может обойтись экономике Турции двумя процентами ВВП. Но, конечно, самое ужасное и самое печальное, это, конечно, те жертвы, которые унесла трагедия. Более 20 тысяч жертв, еще раз на текущий момент, это в Турции и Сирии. И на самом деле, вот это вот самые ужасные новости мы, конечно же, приносим соболезнования всем жителям и Турции, и Сирии. Вообще трудно себе представить, как может просто вот за буквально там какие-то мгновения такое количество людей погибнуть. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайт Маршинг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 миллиона человек, в том числе 5 миллионов особо уязвимых людей. Тем временем сотрудники Google на этой неделе вышли на митинг. Они требуют повышения заработной платы и протестуют против массовых увольнений. При этом надо сказать, что средняя зарплата в корпорации составляет почти 300 тысяч долларов в год. А средняя зарплата в США, вот, к примеру, для сравнения просто составляет около 51-53 тысяч долларов в год. В Испании начали лечить зависимость от криптотрейдинга. Вот, в общем-то, чего нам не хватало с вами, да, друзья мои. Реабилитационный центр The Balance добавил в список своих услуг лечение от криптовалютного трейдинга, который стал новым видом зависимости. Говорят о том, что помимо терапии в программу будут включены следующие пункты. Это массаж, йога, велосипедные прогулки, собственный дворецкий и даже повар. Цена такого лечения всего лишь на все 75 тысяч долларов за человека. Вот нам достаточно часто прилетают комментарии такие, что у вас довольно дорого стоит обучение, там дорогая мастер-группа, дорогие коучинги. Друзья мои, но если сравнить со стоимостью лечения от зависимости криптотрейдинга, то, в общем-то, у нас обучение стоит очень даже недорого. Может быть, нам действительно надо не обучать трейдингу, а лечить от трейдинга? Не знаю, напишите ваше мнение в комментариях. Тем временем, Санкт-Петербургская биржа и Freedom Holding создали в Казахстане новую биржу. Называться она будет ITS. По словам одного из источников, запуск новой торговой площадки на данный момент согласуется с регулятором Казахстана. Но при этом сроки запуска уже неоднократно сдвигались. Однако у новой биржи есть все документы, собственно, для получения лицензии, которые должен согласовать и выдать Национальный банк Казахстана. Согласно информации, которая размещена на сайте биржи, эта биржа будет позиционироваться как многосторонняя торговая площадка, через которую будет осуществляться доступ к достаточно большому количеству финансовых рынков. Так, биржа ITS планирует предложить доступ своим пользователям к более чем 2000 различных инструментов, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, на NASDAQ, на LSE, на Xetra, на Euronext и на других биржах. На ITS будет доступна торговля до и после основной сессии, ну а на сайте самой биржи говорится, что мы даем возможность торговать глобальными акциями, когда первичные рынки закрыты. Список ценных бумаг будет доступен в ближайшее время. И вот тем временем, пока в Казахстане создаются новые биржи, в России, что бы вы думали, в России планируют создать вклады для бедных. Законодатели хотят обязать системно значимые банки с 1 июля 2024 года открывать социальные вклады и счета для малообеспеченных граждан. Мы с вами говорили уже об этом на этой неделе, у меня есть отдельное видео на эту тему, короткое, но тем не менее. То есть суть там в следующем заключается, что ставка по вкладам для малоимущих будет на 1% больше, чем ставка Центробанка. То есть, соответственно, если на текущий момент ставка Центробанка 7,5%, то ставка по таким социальным вкладам будет 8,5%, что весьма таки неплохо. Но надо сказать, что есть ряд ограничений. Во-первых, вклад можно открыть на срок не более года. Вклад можно открыть не более, чем на 100 тысяч рублей и, разумеется, только в рублях. Ну и, конечно же, доступ к таким вкладам будут иметь лишь только люди, которые, собственно, состоят в списке малоимущих и получающих социальную поддержку от государства. Инструмент, конечно, крайне интересный с точки зрения доходности для того, чтобы приумножить сбережения малоимущих граждан. Но есть другой вопрос, откуда у малоимущих граждан какие бы то ни было сбережения. Ну и давайте немножко поговорим о рубле, потому что рубль на этой неделе довольно серьезно просел. И, собственно, в чем причины? Ну, во-первых, давайте скажем о том, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2023 года в размере 108 миллиардов рублей. Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 февраля вырастут в 2,8 раза и достигнут отметки почти в 9 миллиардов рублей ежедневно. В сумме после 7 февраля за месяц будет продано валюты на 160 миллиардов рублей. Но это не помогает укреплению отечественной валюты. Если бюджет России в январе недополучил 52 миллиарда рублей из-за меньших, чем ожидалось, поступлений от экспортной пошлины на газ, Минфин связывает выпадающие доходы бюджета с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме. А вот Владимир Путин тем временем частично отменил для экспортеров обязательную продажу валютной выручки. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, действие указа распространяется на российских резидентов, которые в соответствии с внешнеторговыми контрактами осуществляют передачу нерезидентам товаров, поступивших от российских поставщиков. То есть, несмотря на то, что Минфин продает валютную выручку, продает валюту на валютном рынке, в общем-то, некоторым экспортерам разрешили валютную выручку не продавать, доходы бюджета от пошлин на газ снижаются, в общем-то, бюджет Российской Федерации по-прежнему верстается с дефицитом, и, соответственно, одна из мер борьбы с дефицитом это снижение курса национальной валюты. Об этом мы уже неоднократно говорили, я об этом неоднократно предупреждал, и, собственно, именно это стало основной причиной снижения курса рубля. По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе 2023 года по предварительным оценкам уменьшился в 2,4 раза до 8 миллиардов. В январе 2022 года он составлял более 19 миллиардов долларов. То есть, собственно, вот еще одна причина снижения курса рубля. Ну и на этой неделе, друзья мои, собственно, было решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5%. В общем-то, решение достаточно ожидаемое, оно не вызвало никакого резонанса, никого сильно не заинтересовало. Но здесь интересно не то, какое решение принял Центробанк, потому что это решение никого особо не заинтересовало, и, в общем-то, никакой интриги здесь не было. Самое главное было то, как Центробанк прокомментировал вот это решение, и, собственно, вообще какие были комментарии относительно экономики, инфляции и так далее. Ну, во-первых, в ЦБ подчеркнули, что текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении. Появляются признаки восстановления потребительской активности. Вот так потребительская активность растет тоже неплохо. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски. Ну и, собственно, немножечко из цитат выступления Эльвира Набиулиной. Первая цитата. Что касается динамики ВВП, то по квартальной динамике квартал-квартал уже положительная в третьем и четвертом квартале. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине 2023 года. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Ну, в общем-то, ничего нового. Ну и, собственно, по поводу дальнейшего направления изменения ставки Эльвира Набиулина сказала буквально следующее. Вероятность повышения ключевой ставки в этом году превышает вероятность ее снижения. Так что, скорее всего, нас в будущем ожидает все-таки подъем ставки Центробанка. Подъем ставки Центробанка это, соответственно, ухудшение ситуации для экономики. То есть, это более дорогие кредиты, это меньшие возможности для роста экономики, для подъема производства, для подъема потребительской активности. Но это достаточно неплохой фактор для роста рубля. Но надо сказать, что другие факторы, которые, собственно, сейчас играют против рубля, конечно, гораздо сильнее ключевой ставки. А так что, друзья мои, в общем-то и целом, рубль еще в этом году наверняка таки просядет. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем успехов в инвестициях и торговле. И пока-пока.